Всем привет! Записываю видео про стационарный Плутон. Он будет таким с конца сентября, начало октября. Пико придется на 3 октября. Что это значит для ситуации в мире и для простых людей в частности? Ну, Плутон, он неизвестен в едической традиции, а в западной его побаиваются. Почему? Потому что это планета крайности, максимализма, трансформации, тайн. В общем, всего того, чего люди или боятся, или не любят делать. Люди не любят, когда разоблачают, например, ихние тайны. Люди не любят меняться, особенно когда у них все хорошо. Люди не хотят напрягаться, чтобы выкладываться по максимуму. А вот Плутон все это любит. И отсюда начинаются проблематики этого периода. Но прежде всего, он заденет тех людей, которые работают в светслужбах, связанных с криминалом, которые занимаются, например, я... Ну, такие сферы, как ядерная, например, промышленность тоже. Там все, что разделяется на молекулы атома. Плюс это такие сферы, как кладбище. Это может быть проявление катастроф в это время, потому что, что не есть максимальная крайность, как появление жизни и ее исчезновение, это смерть. Ну и, конечно, это очень активный период для эзотериков. Также Плутон отвечает за работу с группами. Что это значит на практике? Что в это время не надо быть серой мышью. Плутон не любит, когда кто-то где-то прячется, когда человек не берет на себя ответственность, когда он работает по минимуму. Говорит о том, что в этот период надо постараться вложить на максимум. Если вы что-то делаете, я не знаю, вот сейчас время перекапывать огороды по России, надо это делать прямо на максимум, как последний раз в жизни, прямо с полной отдачей. И так вот во всем. Потому что, если вы будете, скажем так, все жалеть, где-то сдерживать и так далее, энергия Плутона может прийти из дне в виде криминала, который на вас обратит внимание. И лучше уж ударно трудиться, скажем так, на огородик. Ну, как вариант. Плутон, он любит разоблачать. Он любит или что-то скрывая. Да, он вообще работает, так сказать, с тайной. Или разоблачать. Это очень часто из моей практики время проверок. Поэтому, если в нашей работе, возможно, какие-то проверки в этот период, надо основательно к ним подготовиться, потому что вероятность их очень высока в этот период. Кто-то, у кого-то может слететь как бы гоу в это время, потому что Плутон еще курирует политиков. Поэтому, возможно, какие-то политические передряги, возможно, какие-то смены на местах. Также Плутон курирует крупный, ну, может быть, даже средний бизнес. Но в основном крупный. Да, снова-таки говорит, что там, возможно, какие-то перетрубации, какие-то серьезные изменения, возможно, изменения в законодательстве, подобные вещи. Вообще, период стационарного Плутона считается очень опасным. Почему? Потому что что может быть большей крайностью, чем рождение или смерть? Это значит, что в этот период, возможно, всякие катастрофы, убийства, причем довольно видных деятелей, какие-то там разделы. Возможно, что-то, скажем так, тайное вылезет наружу. Возможно, вот, террористические ячейки обострятся, потому что они тоже идут по Плутону. В общем, время такое довольно аховое, надо быть аккуратным. И, снова-таки, почему, если вы что-то делаете, старайтесь в этот период выкладываться по максимуму. В плане отношений, например, это очень тяжелый период, потому что Плутон курирует секс. Ну, скорее, даже не секс, а страсть. И какие-то внутренние ощущения, переживания. То есть, не чисто такое физическое действие, а вот какой-то ноткой или травматизма, или какой-то такой болезненной иногда привязанности, там, подобных вещей. Что это вообще может, ну, как проиграться? Ну, например, у людей может возникнуть ощущение, или они задаются вопросом собственной сексуальной привлекательности. Она сколько сексуальная? Она как мне там хочет часто, я не знаю, партнер. Вот, у меня бывают такие люди на консультациях, там, и так далее. То есть, вот эти вопросы, они могут обостриться. Вот. И, кстати говоря, это хорошее время для секса. Вот время, когда не надо себя сдерживать в этом моменте, надо найти для этого времени, чтобы, как бы, энергии, скажем так, работали нормально, а не били вам по голове. Что ещё очень важно при санаме Путоне? Ну, это ещё магическое время. Время, когда могут быть что-то похожее с ураном, когда может быть озарение, когда вы придёте к пониманию чего-либо, очень глубокому пониманию, такому, знаете, когда вы копали в самую глубину, узнали самую основу. Очень, ну, для кого-то хорошее время для магических ритуалов, но я, честно говоря, таким не занимаюсь, я не мало кому рекомендую. В общем, это время такое очень сильно эзотерическое, может обостриться чуйка, могут быть интересные сны, но всё зависит от вашей натальной карты, то, как, что, где аспертируются. Вот, ещё одна вещь, связанная с стационарным Путоном, это, как я говорю, крупный бизнес. Я вот на днях ходил на вступление миллиардера Игоря Рыбакова. Тоже одна из форм того, как можно проиграть эту энергию, да, вот через таких людей, через какой-то, да, даже, ну, скажем так, невербальный контакт. Вот приходишь, смотришь, как бы заряжаешься, пытаешься уловить то, что хочет человек сообщить, или то, что он не хочет сообщить, или то, как он это преподносит, и там подобные вещи. Очень хорошее время копать, именно, как ещё раз подчеркнул, глубину. Может быть, вы хотели давно о чём-то узнать, может быть, хотели что-то проверить. Поэтому вот Путон в это время, это очень хорошее. Надеюсь, моё видео было полезно для вас. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!